Совсем недавно нам поставили новое обновление и вместе с ним завезли новый центральный аукцион Если кто в нем еще не разобрался, в этом видео помогу разобраться в нем Начнем с самого начала Подходим к аукционисту Забираем старые вещи Жмем посередине кнопку найти старые товары Заходим, вот ваши лоты, здесь будут товары Если они у вас были выставлены, я уже все их забрал Здесь просто жмем отмена и все, вещи к вам попадают в инвентарь Потом заходим в управление ставками, если у вас была ставка Жмем отмена, серебро на склад Все, ну серебро попадает к вам на склад Нажмем закрыть, выход Заходим в центральный аукцион Чтобы начать торговать на аукционе, нам нужно серебро У меня серебро уже лежит здесь на аукционе, я там продал некоторые вещи Жмем склад аукциона Допустим я вот хочу продать красные древние осколки В инвентаре не занимают каждую одну ячейку На складе аукцион они занимают Все занимают одну ячейку И допустим, вот я выставлю обрывок вспоминаний Одну печеньку Все, на праву кнопку перенесли Чтобы покупать, переносим серебро на склад То есть вот внести Ну и одно серебро, у меня там уже есть деньги Либо можно со склада выставить какие-то вещи Допустим черный камень Просто жмем и перенести и все Так же назад переносим со склада, так же серебро со склада можем перенести сюда Либо с центрального аукциона, со склада аукциона переносим на склад С этим я думаю все понятно Переходим непосредственно к продажам Начнем допустим Вот я хочу продать красный древний осколок Ну их сейчас на складе очень много, но покажу как выставлять Вот слева Это вот 1424 предмета Выставлено по цене 4 миллиона 950 Еще 4 предмета выставлено уже за такую цену Ну и самые отчаянные Там 43 человека по 5,5 миллионов почти выставили Справа Вот цены красные, здесь справа ни одной цифры Нету, то есть никто не поставил ставку Его купить, то есть он у меня на аукционе Я вот сейчас выставлю их там вот Ну цена у меня стоит, вот я здесь могу выбрать ее Ну и вот поставлю среднюю Количество товара Жмем 3 Все, выставить лот Окей, да Он у меня выставлен Соответственно Когда кто-то у меня его купит Здесь появится кнопочка расчет Нажимаем ее Деньги переходят к вам на склад На склад аукциона То есть они не на склад там к вам приходят Не в инвентарь, а на склад аукциона Надо нажать кнопочку расчет Если вы выставите предмет Вот допустим Сейчас выставили обрывок вспоминаний Вот он на него нажал на левую кнопку Вот я смотрю 19 человек поставило ставку 2 250 2 250 000 Если я сейчас поставлю 2 250 000 Она у меня сразу продастся То есть она даже не появится Вот здесь в меню Она сразу продастся И мне деньги сразу придут на склад аукциона То есть у меня сейчас там 411 миллионов Вот цена стоит Ну дешевле мне ставить нет смысла Когда есть подороже 42 человека уже покупают Я жму выставить Да И у меня деньги вот сразу 413 миллионов стало То есть продажа завершена обрывок вспоминаний 1 900 000 Мне зачислили То есть у меня есть прем Мне зачисляют От цены минус 15,5% Если у вас нет према Там кажется минус 35% И да В старом аукционе Отличие от старого аукциона И нового аукциона Там вы ставите за миллиард К примеру возьмем миллиард У вас покупают его за 3 поставки Вам все равно Идут деньги с миллиарда А здесь вам уже придут деньги С трех миллиардов Если вас купили за 3 миллиарда То есть Ну минус там 15% с прямо Минус 35% без прямо Так по поводу продаж Наверное все По поводу покупок Жмем покупки Выбираем что вам нужно Допустим Из жемчуга вы хотите что-то купить Допустим Благосостоянинка Масильва Сейчас снова арена Она актуальна Сандучки дополнительные получать Плюс Ну а на и раньше было Там 20% Другополадение трофеев Плюс 2 энергии восстанавливается Вот зашли мы Жемчуг Полезная И благосостоянинка Масильва Жмем на нее Вот 20 человек поставил ставку 115 миллионов То есть Если вы сейчас ставите Вот выбираете цену Там 115 миллионов Ну либо там 114 Тоже 3 человека есть Так 115 миллионов Жмете купить Вы становитесь 21 в очереди То есть 20 человек покупает Следом вы покупаете Если вы поставите 114 миллионов Соответственно Покупает эти 20 человек Потом эти 3 человека И потом вы покупаете ее Но я вчера покупал Благословенника Масильва За 115 миллионов Цена так и не изменилась Соответственно Ставить дешевле и сомневаюсь, что стоит это делать. Жмем купить. Допустим, я вот нажал, все. Заходим в продажу ставки. Вот она у меня здесь появилась. Все, как только она, кто-то выставит ее, дойдет до меня очередь, она попадет ко мне на склад. То есть она у меня кажется на складе. Не зря нажал. Она будет вот здесь на складе лежать. Так, отмена. По поводу товаров точеных. Доспехов, допустим. Вот шлем грифона я хочу купить. Находим шлем грифона. Выбираем от неточеный шлем грифона нам нужен. Либо от нуля до плюс пяти. Смотрим цены. Вот 196 миллионов. 16 человек заказало шлем грифона за такую цену. То есть мы выходим 196 миллионов. Ну, количество указывать я не думаю, что вам нужно много. Так же мы можем купить от нуля до плюс пяти его сразу. Ну, допустим, выбираем плюс пять. Ну, если кто-то выставит плюс первый, там плюс второй, вы его тоже купите. За эту же ставку. Но, единственное, там вот до плюс пяти добавляют миллион еще. Миллион и пятьдесят тысяч. Если вы купите там за плюс первый грифон, вам там посчитают там 196 миллионов и 200 тысяч, к примеру. Я точно сейчас не скажу, какие там цены будут. Ну, то есть разницу вам вернут. Вот вам не 197 миллионов и 50 тысяч снимут, а вернут разницу, если вы купите ну, менее неточенную. То есть не плюс пятую, а, ну, допустим, если вы нулевую купите, с вас снимут 196 миллионов. Миллион и пятьдесят тысяч вам вернут назад. То есть вот все, мы выбрали ставку, выбрали ранг усиления, долг какого. Жмем купить. Деньги со счета склада аукциона сняли. Заходим в продажу. Ставки. Вот у меня стоит шлем грифона. Ставка. Единственное, ставки надо как можно чаще заходить и смотреть. Потому что, допустим, тот же шлем грифона, сейчас я зайду опять к нему, у него цена меняется. То есть, допустим, сегодня вы поставили 196 миллионов, завтра она может быть уже 206 миллионов. И ваша ставка уже будет внизу. А выше вас там будут много людей, которые поставили дороже, и вы получится еще ниже в очереди станете автоматом. Но если пока максимальная ставка у вас держится, соответственно, вы тот же в очереди остаетесь. Ну, приближаетесь к своей цели по мере того, как люди покупают его. Так, что еще забыл? А, самое главное, может, новшество. Теперь горничные у нас, мажор дома, вот мы же открываем открыть центральный аукцион. Сейчас я отойду от аукциона. Все, я вот отошел от него. Открываю аукцион. И, допустим, вот у меня на расстоянии я могу один предмет приложить на склад. Аукциона. Также, все, я уже один его не заберу назад. Он один предмет, как раньше, выставлял на продажу. Теперь ты один предмет можешь просто переложить на склад аукциона. То есть назад я уже не могу забрать его. Ну, там, 20 минут откатываю, и потом я его могу забрать. Заходим на склад, забираем его сами. Не удалось завершить сделку. Вот, все. Ну, подлагивает немного еще аукцион. Так, ну вот они, это премиум склады, это все понятно. Если у вас на складе есть деньги, все, то есть, мы вот отошли от аукциона, все, нажимаем escape, центральный аукцион. Мы заходим на него, вот у нас есть серебро на складе аукциона. Все, вот они, ставки ваши видны, то есть, что-то продали, нажали рассчитать, деньги, ну, вот, продали красный древний раскол за 4,950. Эти 4 миллиона жмем рассчитать, вам там 4,800 упадут на склад аукциона. У вас здесь будет уже там 223 миллиона, ну, вот как у меня. Также вы можете на расстоянии зайти на склад аукциона, нажать, ну, я не знаю, там, что у нас там, такой инструмент срочно понадобился, топор. Заходим, вот, 425 стальных топоров, заходим, покупаем, так, вот, у нас выставлены топоры, 114 штук за 273 тысячи и так далее. Ну, вот, справа тут 3 человека ждут, что кто-то выложит за 250 тысяч топор, и они сразу его купят. Ну, мне нужен срочный топор, я, допустим, вот выбрал, так, 273 есть, вот, жмем количество, один топор, жмем купить. Все, я купил топор, он у меня лежит на складе. Через горничную, ну, через мажор дома я могу его забрать, ну, в данном случае через 18 минут. Либо я подхожу к аукциону, найти центральный аукцион, склад аукциона, все, вот он, топор, я его забрал. И еще забыл сказать, покупка, вот вы сделали ставку, ставки вы можете делать, пока у вас не кончится серебро, сколько угодно. Единственная ставка ограничений идет на жемчуг, то есть жемчуг вы можете поставить одну ставку, одну ставку на жемчуг, одну ставку, ну, и сколько угодно ставок на все остальное. Жемчуг, одна ставка, все остальное, пока не кончится серебро, вы можете ставить. также если вы там поставили там 200 миллионов выставили за 180 миллионов больше некому покупать его продавать вы единственный вы сейчас я зайду где-то здесь был написан даже по-моему вот ставкам должны выше установленной стоимости если была сделана ставка то сделка проходит по самой низкой цене а разница между действительной желаемой стоимости возвращается то есть если вы поставили 200 миллионов выставили за 180 миллионов вы покупаете за 180 миллионов 20 миллионов вам назад на склад аукцион возвращается а